Многие памятники материальной культуры Якутии дошли до наших дней благодаря реставраторам. Какие предметы старины попадают в руки этих кудесников и в чем уникальность их ремесла? В поисках за секретами этого таинства мы оказались святая святых. Перед нами открылись двери реставрационных мастерских Национального художественного музея Якутии. Один из великих мастеров эпохи Возрождения Микеланджело оставил после себя не только шедевры мирового значения, но и эти поэтические строки. «Творение может пережить творца. Творец уйдет, природой побежденный. Однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца». Еще в 1536 году Микеланджело спроектировал будущий капиталистский музейный комплекс в Риме. О необходимости не только сохранения, но и восстановления художественного наследия задумались в XVII-XVIII веках, когда в частных коллекциях и музеях скопилось огромное количество предметов искусства. Первая профессиональная реставрационная мастерская в России открылась лишь в 1918 году. В настоящее время она именуется как Всероссийский художественно-научный реставрационный центр имени академика Грабаря. Многие реставраторы Якутии проходят обучение именно в этом центре. В регионе Дальний Восток мы имеем единственный музей, который имеет по видам искусства реставраторов. Что где-то только по живописи или только по декоративно-прикладному. У нас и живопись, и графика, и декоративно-прикладное дерево, скажем, подразделяется. Это бивень мамы, кость, камень. Это очень кропотливый, это очень такой труд, который, я не знаю, даже не знаю с каким трудом сравнить, фармацевтическим, что ли, где вот одна доля миллиграмма, и ты все испортишь. Поэтому реставраторы – это уникальнейший народ. И я горжусь тем, что у меня целая когорта, целый отряд реставраторов. Каждый реставратор свою работу делает согласно своего допуска. Мы каждый год проходим стажировку в ХНРЦ. Это Всероссийский художественный научно-реставрационный центр в Москве. И каждый реставратор после стажировки получает какие-то квалификации и доступ к некоторым методам. Ну, я работаю с 96-го года. Сегодня у меня экспонат Краеведческого музея, безрукавка из плюша. Работа конца 19-го века, ну, неизвестного мастера. И сейчас у меня процесс укрепления перед промышкой. Корсет, хагатчик, да, традиционного покроя. На вещах того времени много, вот традиционный такой узор. Ну, в основном такие вещи шились из тофты, харсука и это, ну, из плюша. Такие вещи отделанные пазументом, да, вот таким тесьмой и перламутровыми бусами. Одевали, конечно, богатые женщины. Каждый экспонат, который попадает в эту мастерскую, получает вторую жизнь. Ну, а мастер не перестает удивляться искусству шитья предыдущих поколений. Шапка дябака очень интересная. Схема вообще сложнейшая. Как в то время такое шилие, я вообще удивляюсь. Самая большая работа у меня филонь была. Это ряса архиепископа. Там было очень много материала. Шелк, парча, бархат, жемчуг и шитье солдное. Филонь – это богослужебное одеяние епископов и патриархов. Согласно толкованию святителя Симеона Солунского, «Священная филонь» являет высочайшую и подаваемую свыше силу и озарение духа. Помимо реставрации, еще делаем реставрационную очистку и профилактические работы. Например, с обеспыливанием перед каждой выставкой, чтобы экспонаты на выставке выглядели чистыми. Мастерской работают с самыми разнообразными видами музейных экспонатов. И это не только текстиль, но и касторезные работы. Кстати, первое сообщение о якутских предметах из бивня мамонта датировано 1769 годом. Историки-краевед Григорий Андреевич Попов обнаружил рукопись, описание обитающих в Якутской области якутов, где этот любопытный факт изложен следующим образом. Якуты курят малыми деревянными или костяными трубками наподобие китайских, по их названию гамза – хамса. Многие исследователи, посетившие Якутию XIX века, восторженно откликались о мастерстве якутских костерезов. Писатель и этнограф Николай Семенович Щукин в 1833 году писал. С берегов Ледовитого моря купцы ежегодно привозят в Якутск около тысячи пудов мамонтовых клыков. Из мамонтовой кости делают гребни, гребенки и фишки. Очень хорошо. При недостатке в инструментах трудности побеждают терпением. На этой кинохронике запечатлены редкие кадры. В начале XX века первые костерезы Якутии, не устроев, не кифоров и говоров, организовали в Якутске выставку после обучения в мастерских Сергеева Посада. Реставраторы нашего времени продолжают восстанавливать костерезные работы прошлого века. Процесс реставрации начинается сначала с фотофиксации до реставрации, потом анализируем. Я сейчас занимаюсь экспонатом работы плотника Ивана Алексеевича. работа 62-го года, объемная работа. Я начинаю полную очистку экспоната, общего загрязнения, потом будет склейка от трещин и абразивная обработка всех мастиковок, и тоже будет фотофиксация после реставрации. Работа якутских костерезов отличает колоритная сюжетная композиция и неповторимый почерк. Лаконичный рассказ об окружающем мире с особой эстетикой подачи эмоций никого не может оставить равнодушным. «Времен, связующая нить» – так называлась выставка графических работ художников Ивана Васильевича Попова и Михаила Михайловича Носова. Эти зарисовки передают дух эпохи и словно возвращают нас к нашим истокам. Я сейчас занимаюсь надреставрацией акварельной графики. Этот рисунок создал Михаил Носов после раскопок. Рисунок натазника женского украшения невесты. Созданы так точно все, даже бусинки, все видно. Это обычная бумага, но она просто очень постарела. Сейчас я убираю остатки старой реставрации, остатки клея, скотчев и подготавливаю перед промывкой и заклейкой листа. Эта графика уникальна тем, что ее создал известный художник Михаил Носов. Многие работы Михаила Михайловича Носова хранятся в архиве Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Известно, что художник делал этнографические зарисовки во время археологических раскопок по республике. Это женские украшения и детали одежды, головные уборы и предметы утвари из погребений периода XVII и XVIII веков. Поэтому каждый эпизод, созданный художником, представляет собой историческую летопись. И чтобы восстановить подобный музейный экспонат, реставратор использует все свое мастерство и умение. Ну, нужно быть очень аккуратным, точным и бережно относиться к старым вещам. В истории художественного музея есть еще одно примечательное событие, которое произошло 17 февраля 1962 года. Впервые открылась выставка произведений западноевропейского искусства XVI-XIX веков. Эта коллекция принадлежала, он собирал ее всю жизнь, посвятил ей жизнь первому доктору экономических наук Михаилу Федоровичу Габышеву. Это был один из соратников Аюнского, Амосова. Ну, и затем, как бы отдавшись науке, он осел в Москве. И вот там, среди докторантуры, профессуры, было такое движение собирать, собирательство. Конечно, он сам неплохо рисовал, и сын начал рисовать Лев Михайлович, который стал впоследствии директором нашего музея. И он начал собирать для сына эту коллекцию, чтобы он воспитывался на подлинниках. Вот так родилась, как говорится, эта коллекция. Потом он, как бы, сказал, что я желаю, чтобы эта коллекция была у моего народа. И он желал, чтобы она была в Алёкнинске. Ну, конечно, потом уже время прошло, и после его смерти семья, жена, дети, они передали, исполнили его волю. И коллекция, часть была в Минске, часть в Москве. Вот её собирали, комиссия рассматривала. И, наконец, она прибыла в Якутск в 60-м году, по-моему. Вот. Ну, потом вот здесь решение было правительство, в 62-м году, открыть здесь галерею западноевропейского искусства. Вот с тех пор мы функционируем, бережём, трясёмся, любим их, смотрим, как они дышат, как они живут, как встречают зимы, весны, потому что они очень реагируют на всё это произведение. Среди живописей предметов прикладного искусства была мебель мастеров 18-го века. Термин рококо французского происхождения и в переводе означает «ракушка». Этот стиль стал эффектной интерпретацией стиля барокко, который предпочитали в среде французской аристократии и светской культуры 18-го века. В чём же особенности стиля рококо? Это сочетание роскоши, изящества и лёгкости. Для дополнительного декорирования мебели использовались различные медальоны, виньетки, растительные узоры и орнаменты, покрытые позолотой. Это мебель из коллекции, возможно, Чипендел, фабрика такая была. И она состоит из журнального столика, кресла и ещё двух стульев. Сейчас я реставрирую стол 18-го века Франции. Очень много сколов, отслоения левкаса. Я буду снимать поздние покраски всё полностью и восстанавливать вот эти фрагменты утрат. В верхней части столешницы из мрамора. Вот сарга вся рассыпалась полностью. Его надо склеивать. А сейчас, в данный момент, я вот занимаюсь нижней частью стола очисткой. Здесь использована сетка из ротанга, плетение. В западных странах мебель из ротанга очень распространённая и пользуется до сих пор. Эта роскошная мебель распространилась по всему миру. Возможно, возникает вопрос, как же она попала в далёкую Сибирь. А 19-й век для Якутии знаменателен большими торговыми ярмарками. Как только вскрывалась ото льдов река Лена, вдоль её берегов плыли карбазы и судна, наполненные европейскими и восточными товарами. Такое длинное путешествие пережила эта мебель и продолжает радовать взгляд посетителей музея. Мы находимся в кабинете реставрации живописи. Представлена работа Ивана Васильевича Попова, любимый курган Петра Алексеева. Работа прошла реставрацию в 2012 году. Процесс реставрации сложный, сопровождается в том числе фотофиксацией до реставрации, в процессе и после. На фотографиях мы можем увидеть, в каком состоянии картина была до реставрации и в каком состоянии она сейчас. Вы можете посмотреть на самой работе. Реставраторы так или иначе постоянно ведут диалог поколений. Автор и мастеровой должны найти путь для восстановления первозданного вида предмета искусства. Каждого художника ведет какое-то проведение. И вот именно эти два мастера, они, в общем-то, столкнулись очень даже вовремя, потому что Иван Васильевич это как бы уже ушедшая эпоха. Тимофей Андреевич Степанов это первый художник, реставратор с профессиональным образованием, который закончил Академию художеств тоже в Петербурге. Иван Васильевич Попов тоже, в общем-то, свое профессиональное образование получил в этом городе. И вот первой работой, которую положил Тимофей Андреевич к себе на стол, это была работа якутска 17-го столетия Ивана Васильевича Попова. В последующем многие работы также он вернул к жизни, потому что на самом деле в общем-то у Ивана Васильевича было такое очень классическое письмо. Его красочный слой он был очень плотный и в общем-то натяжка на холст, на основу, на грунт она была довольно равномерной, поэтому проблем с тем, что его как бы живопись она очень сильно пострадала особо не было, потому что работы к нам поступили в основном в 50-е годы, проблемы были в том, что они часто были порваны, сам холст, основа, была местами, ну, она уже как бы, как говорят, такой термин есть, сгорела, то есть от плохого хранения, неправильного хранения основа начала портиться, а это все влияло, конечно, на грунт, грунт осыпается, красочный слой тоже сыпется, естественно, нужна была дублировка, и вот Тимофей Андреевич Степанов многие работы Ивана Васильевича Попова как раз дублировал, затем вот подводил, то есть новую основу, и таким образом, вот я так в свое время как-то мы подсчитывали с ним, только те работы, которые, которые он привел, ну, в порядок, это было где-то 54 произведения, кстати, вот это опять-таки мистическая цифра получается, потому что в основном фонде живописных произведений у нас 54, но это не говорит о том, что все они прошли через руки реставратора Степанова, две дошедшие до нашего времени иконописных работ тоже прошли через руки Тимофе Андреевича Степанова, это знаменитое его полотно Христос Вседержитель, которое находится в Черкёхе. Ну и, конечно, в Никольском храме находится спас нерукотворный, который могут все прихожане увидеть в этой церкви на алтаре. Многие вот видят только парадную работу музея, выставки, выставки, мероприятия, ну, что там они, картинки повесили, экскурсии проводят, ничего подобного. Внутри музея, самое его ядро, это коллекции, это комплектование коллекции, потому что исторический процесс развития изобразительного искусства, скажем, в Якутии, он должен быть, это же тоже документальная такая история в красках, так сказать, да, и в то же время реставраторы. Реставраторы, без них ни одна выставка, без хранителя-реставратора ни одна выставка не проходит. Сложный очень процесс, прежде чем мы сделаем какую-то выставку. А там уже парадная сторона, которую знают только зрители. А вот то, что идет внутри, как внутри вулкана кипит, вот этого, конечно, многие не знают, потому что не будет коллекции, не будет и парадной стороны. Поэтому мы, хранители, должны все это беречь, бережно, вдохновенно, любить и передавать следующим поколениям. Благое дело быть сопричастным к творениям, созданным в былые времена. Ведь не каждому даровано судьбой путешествовать во времени и пространстве, сохраняя огромный мир, наполненный энергией вечного движения. Выходит, что поэтические строки Микеланджело, созданные еще в XVI веке, были обращены в будущее к реставраторам и мастерам нашего времени. Творение может пережить творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok